находки древних людей включают на самом деле в себя не только скелеты и какие-то там черепа и кости и отпечатки ног вообще известно энное количество случаев когда находили прямо-таки трупы древних людей понятно что чаще всего они бывают не слишком древние то есть это времен средневековья в торфяне как в болотах это времен там бронзового века но самое древнее неолита и самый наверно супер известный случай это это так называемый ледяной человек с границы швейцарии австрии которого нашли случайно туристы в леднике такого полу вымороженного из ледника при таянии которого вначале приняли за жертву какого-то преступления вызвали полицию полиция обнаружила что-то у него там каменное орудие на поясе вызвали археологов и теперь уже много-много лет изучаются в огромный институт занимается этим самым мэци и благодаря его изучению мы знаем о времени неолита едва ли не больше чем по всем остальным раскопкам вместе взятым на самом деле с большой вероятностью таких находок гораздо больше и понятно что это уникальные вещи единичные которых в принципе много быть не может но так даже чисто из теории вероятности скорее всего таких должны быть еще какое-то количество в горах в ледниках в нашей замечательной вечной мерзлоте который покрыт у нас две трети страны день там на аляске это может быть в пустынях засушенные в каких-то линзах вечной мерзлоты на алтае где кстати их собственно и находили тоже и в каких-то экзотических таких местах могут быть такие же прецеденты другое дело что надо думать когда простой человек идя по тайге находит вывалившуюся из стены оврага мамонта он горит оба на мамонт ну если человек минимально сознательный он звонит тут же или звонит если кому-то больше нравится гражданам палеонтологом те приезжают и знаешь выкапывают этого мамонта а когда тот же самый человек идет вдоль по следующему оврагу и видит вывалившийся труп человека он горит елки-палки труп человека вот и с некоторой вероятностью он вообще никому ничего не сообщает потому что боится что его обвинят в убийстве либо сообщает милицию и те говорят нам нужен глухарь не нам не нужен глухарь вот и или списывают его на неопознанный труп и как бы он идет морг на общее захоронение или как-то еще или пытаются его расследовать но как бы там естественно безуспешно потому что прошло 40 тысяч лет но в общем как-то вот не очень с этим идет и большому сожалению надо думать что энное количество таких случаев проходит напрочь мимо науки то есть до науки тоже свое дохода и в торфяне как находили таких людей кто-то из них изучен но когда это вполне очевидно не всегда это ясно с первого взгляда поэтому если кто-нибудь во враге найдет кого-нибудь лежащего там странной позе и с каменным топором в руке то не проходите мимо сообщите ну и в милицию тоже на всякий случай потому что милицию первым образом надо вызывать но и ученым тоже иногда следует что такое сообщать потому что с большой вероятностью огромное количество ценнейшей информации уходит в никуда потому что люди просто не понимают ценность этой самой информации не только мамонты замороженные встречаются известные и бизоны и зубры и пещерные львы и носороги и лошади и какие-то росомахи и волки и вот почему то только в нашей сибири не найдено замороженных людей это крайне подозрительно потому что ну если есть замороженные мамонты и носороги почему нет людей люди есть сто процентов только надо это дело исследовать надо мимо этого не проходить с грустным видом и не думать что меня посадят ну вот если вы не виноваты вы не жили 40 тысяч лет назад его каменным топором не убивали то не переживайте вас не посадят у нас милиции работают и полиции тоже очень грамотные люди они разберутся что это было 40 тысяч лет назад они вчера но сообщите это еще и местным археологом палеонтологом краеведом хотя бы и тогда может быть наука обогадится огромнейшим количеством новых сведений